Парадоксально, но факт. Некоторые сравнительно честные способы отъема денег у населения удивительно живучие. Один из таких долгоиграющих лохотронов – это посредничество при аренде квартир. Точнее, не само посредничество, а его дешевая имитация. Вадим Левковский с семьей давно хотел переехать из квартиры в частный дом. И в мае, наконец, приступил к поиску приемлемых вариантов для долгосрочной аренды на популярных сайтах. Увидел такую красивую радужную картинку. Под ней телефон. Я позвонил. Это оказалось агентство недвижимости. Говорят, приезжайте, забронируем, заключим договор. И все, и заселяйтесь, и живите. Вадим Владимирович поспешил в офис агентства недвижимости «Рубин», чтобы ударить по рукам. За свои услуги приветливые менеджеры попросили всего 6 тысяч. И тут же связались с хозяином дома. Дали мне этот телефон. Мы с ним там договорились встретиться. Но так и не встретились. Он говорил, что вот я там срочно уезжаю, у меня дела, встретиться не могу. Давайте отложим на понедельник. Понедельник опять не получилось. Давайте отложим на среду. Потом он вообще телефон отключил. Когда горе-переселенец понял, что его обманули, он написал претензию о возврате гонорара. Но до ответа директор «Рубина» Евгений Сурский так и не снизошел. А уже вскоре он вместе со своим детищем и вовсе скрылся за горизонтом. Здесь «Рубина» нету, да? Нету. А как давно? Ну, наверное, месяца уже по три, может, два. То есть ехали не знаете куда, да? Вообще даже не подсказано. Мы приехали в город Новосибирск издалека, решили снять квартиру. Наш собеседник, назовем его Игорь, не случайно хочет сохранить инкогнито. Ведь разговор идет о бравых парнях из агентства «Хромбург», с которыми у съемочной бригады прецедента тоже возникла жесткая дискуссия. Но, кажется, мы немного забегаем вперед, так что вернемся на исходную. Одно из объявлений. Посмотрели фотографии. На одной комнате квартира, все красиво. Центр практически. Цена? Ну, цена 10-10 500 была где-то. Квартира на Нижегородской в пяти минутах от речного вокзала, оснащенная всем необходимым для жизни, за такую скромную цену, чертовски привлекательное предложение. Я поехал к ним в агентство. Девушка позвонила якобы собственнику этой квартиры. Собственник сказал, что ждет по данному адресу. Я приехал туда. Позвонил собственник, сказал, что он сейчас занят. Отъехал на полтора часа и перенес встречу на позже. Значит, позже я ему сам позвонил. Телефон никто не брал. Вы поняли, что вас обманули в документ, да? Да, я понял, что меня обманули. В Хромбурге Игорю заявили, что никакой ответственности за незаселение клиента они не несут. И начали предлагать другие варианты. Но стоимость аренды оказалась на порядок выше, чем в первоначальном предложении. А теперь самое интересное. Та злополучная квартира-наживка по-прежнему ждет наивных гостей. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сегодня договаривался посмотреть квартиру на Нижегородской 27. Ну да, вы больше подъезжаете. Один же, да, вы будете поживать? Да, я буду поживать один. Я хотел бы снять сразу на длительный срок. Смотреть, поедете как? Сами есть агентом? С агентом оплаты по факту заселения комиссии 9,5 тысяч рублей, а самостоятельно на 6 тысяч рублей. Пример Игоря – наглядная иллюстрация того, что может произойти при самостоятельном просмотре жилья. Теперь просим о встрече в той же квартире, но уже с риэлтором. Перспективы заселиться в уютное гнездо уже на следующий день радужные, ведь мы на первом месте в очереди на риэлтора. Я вчера вот встал на очередь на риэлтора на Нижегородскую 27. Ну она сдалась квартира. Сдалась квартира? Ну видимо, да, что с твоими риэлторами создалась. Какая жалость? Ну я же вчера же вот собирался... Ну вам же сказали, что если кто-то поедет самостоятельно, то квартира сдаться... Итак, вскрываем карты. Я корреспондент программы «Прецедент». Подъем на улицу. Подъем на улицу, пообщаемся. Скажите, пожалуйста, сколько человек на этом адресе вот таким образом обманули? Чего собираешься? Кого мы обманули? Стоит признать, что незадачливые клиенты по большому счету сами кузнецы своего несчастья. В типовом договоре Хромбурга, Рубина и многих других не предусмотрены гарантии заселения клиента. Мы физически не можем нести гарантию за всех собственников. Это, между прочим, прописано. Если вы ознакомились с документом, то вы должны быть в курсе. Самоответственности и гарантии за собственников не несем. В случае досрочного расторжения договора денежные сети не возвращаются. Если мы предоставили один вариант вам, и тем более неоднократно, мы считаем свои условия работы выполненными. По своей природе эти договоры являются договорами об оказании информационных услуг заказчикам. По закону оказание услуг не предполагает обязательного результата в итоге. Это означает, что если заказчик не заключает договор найма жилого помещения, он остается и без жилья, и без денег. Чтобы исполнить обязательства по такому договору, агентству достаточно время от времени подкидывать клиенту некие альтернативные варианты съемного жилья. Причем абсолютно неважно, какова их стоимость и устраивают ли они заказчика. Обращение в полицию в подавляющем большинстве не имеет результата, а подвиг взыскания денег через суд мало кого воодушевляет. Перспектива взыскания этих денежных средств достаточно туманна. Судебные издержки в несколько раз перекрывают потерянную сумму. И в-третьих, жертвами подобных агентств становятся, как правило, люди приезжие. Чужие в этом городе, которые не знают, куда обратиться, да и обращаться им особо не на что. На этом весь бизнес и держат. В Новосибирске эта незамысловатая схема процветает не один десяток лет. И прецеденту с завидной регулярностью приходится выслушивать заунывный плач Ярославны. При мне они разговаривали с хозяйкой. В шесть часов я звоню по этому же номеру телефона. Телефон отключен. Деньги не отдают? Не отдают. Мне хочется платься обратно. В течение трех дней вариантов было предоставлено три, но они все были, я так поняла, заведомо ложные. Мы приходили, требовали, скандалили, вызывали охрану, что ну верните, пожалуйста, деньги. По сути дела я приобрел картинку, красивую картинку. Еще пошутил там молодой человек. Ну что, говорит, вы же, говорит, не квартиру потеряли. Чтобы не купить картинку за 5-10 тысяч рублей, обращайтесь в серьезные агентства. Услуга заселения под ключ с гарантией, конечно, стоит дороже, но слишком уж часто желание сэкономить оборачивается без возвратной потери денег. А балда приговаривал сухолизной, не гонялся бы ты поп за дешевизной.